В Люберцах открылись 15-е областные рождественские чтения. В рамках этого мероприятия в Храме Преображения Господня прошла конференция. На этот раз ее тема была нравственной ценности в системе образования Московской области. Также на семинаре состоялось награждение юбилейными почетными медалями, которые посвящены столетию восстановления патриаршества. Рождественские чтения стали традиционным событием. Они проводятся в России с 2004 года. Для обмена опытом на различных площадках встречаются священнослужители, педагоги и представители власти. В этом году, в год столетия событий 1917 года, мы говорим о нравственных ценностях, о значении нравственных ценностей в будущем человечества. Говорим на самых разных площадках, с самыми разными людьми. Но главная цель, чтобы мы обратили внимание на то, на чем должна сиживаться основа любого общества на нравственности. В этом году во время официальной части некоторых присутствующих удостоили особой награды – юбилейные медали. Награждение проводил епископ Зарайский Константин. Тут ценная, наверное, самая суть названия этой медали – медаль юбилейная. Она посвящена 100-летию восстановления патриаршества. Это событие для меня лично очень важно, и я понимаю, насколько это было духовно значимо. Поэтому, конечно, это такая очень высокая награда именно в духовном ее смысле. Многие гости на подобной конференции присутствовали впервые. Но уже отметили высокую значимость события не только для общества в целом, но и для каждого человека. Хочется еще, чтобы из-под выль каждый человек, мне кажется, он уже своей жизнью проповедует какие-то ценности. Поэтому хотелось бы, чтобы наши педагоги, чтобы мы и родители, они были ближе к этой культуре, к православной культуре. Докладчиками была подчеркнута значимость понимания педагогами духовно-нравственной культуры и ее ценности в воспитании молодого поколения. Также было отмечено, что система образования в Люберецком округе считается одной из лучших в Подмосковье. Помимо этого, по итогам конференции было предложено полнее анализировать работу педагогов и по возможности внедрять новые предметы, где упор был бы сделан именно на воспитании нравственных качеств. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.